Здесь есть какие-нибудь интересные инженерные лаборатории? И у каждого студента есть свое рабочее место. Достаточно такое современное тоже здание. Надо же, вот это вид! Что это? Что такое e-sports? Привет, друзья! С вами снова я, Адиль, компания Мариади. Мы продолжаем обозревать лучшие вузы Англии, и сегодня я приехал в очередной престижный вуз Великобритании. Это Сандерленд, University of Sunderland. Слыхали о таком? Даже если и нет, то сегодня мы все о нем расскажем и, главное, покажем. Сегодня директор Международного центра On Campus проведет нам экскурсию по Сандерлендскому университету. И не удивляйтесь, ведь студенты Международного колледжа могут пользоваться всем оснащением, что и уже полноценные студенты университета. Поэтому предлагаю вам сегодня прогуляться с нами по разным департаментам, посмотреть спортивное оснащение, общие пространства и библиотеки, карьерный центр и так далее. Если хотите отдельно, более развернуто ознакомиться с каждым из факультетов, то и это возможно. По ссылкам в описании есть подробные выпуски из каждого департамента. Ну а если вам интересна общая информация и атмосфера в университете Сандерленд, оставайтесь с нами и приятного просмотра. Университет Сандерленд – это современное высшее учебное заведение, расположенное на севере Англии, прямо на побережье Северного моря. И ВУЗ предлагает огромный выбор программ бакалавра и магистратуры, включая такие области, как бизнес, инженерия, здравоохранение, информационные технологии и многое другое. Давайте начнем с инженерии. Продолжайте. Добро пожаловать в школу инженерии, университет Сандерленд. Правильно говорить Сандерлендский университет или университет Сандерленда? Честно говоря, люди говорят и так, и так. Официально это университет Сандерленда. Но раньше его называли Сандерлендским университетом. Хорошо. Итак, здесь у нас также информатика. Да, это пространство используется как для преподавания, так и для свободного доступа студентов. На балконах есть классные комнаты. Здесь есть какие-нибудь интересные инженерные лаборатории? Все инженерные лаборатории вон там. Ну, а более серьезные инженерные лаборатории находятся на другой стороне реки. Какие инженерные специальности можно изучать в Сандерленде? Множество. Механическую инженерию – Mechanical Engineering, электронную и электрическую инженерию – Electrical Engineering, инженерию производства и инженерию компьютерных систем. А кого больше интересует программная составляющая, а не железки, порадует наличие факультета технологий. Факультет of Technology Сандерленд Университета. Так, поднимаемся наверх. Достаточно такое современное тоже здание. Департамент IT предлагает кибербезопасность. Да, у них есть целый ряд программ. Возможно, искусственный интеллект. Да, да. А самая последняя программа называется eSports. eSports Management – это новое направление. Его только запускают. Что это? Что такое eSports? Но об этом уже в отдельном видео, как и обещал, по ссылке в описании. Еще одно очень сильное направление университета, которое я хотел бы вам сегодня показать – это, конечно, медицина. И Сандерленд предлагает очень много медицинских программ. Все они очень сильные и конкурентные. Это медицинский менеджмент, физиотерапия, здравоохранение, медицинская биология, медицинская диагностика, фармацевтика и биохимия. Чего здесь только нет. Тут так много всего. Поэтому приглашаю вас в корпус наук, где это все происходит. Комплекс наук. Да, здесь преподают здравоохранение. Науке о здоровье. Понятно. Хорошо. Здесь маленький музей. Наша школа фармацевтики насчитывает 100 лет истории. И это небольшой пример того, как выглядели медицинские предметы 100 лет назад, когда наша школа фармацевтики только открылась. Ахимия, как будто какая-то. Это была академия. И мисс Винчи была первой главой департамента фармацевтики. К сожалению, она погибла в горах. Это была фантастическая женщина. И вот так выглядели предметы, которые они использовали 100 лет назад. Так, мы их еще сегодня сравним с тем, что используют сейчас. Теперь можете сравнить сами. Только посмотрите, какое оснащение. Это суперлаборатория? Это одна из учебных лабораторий. Вы можете видеть, что здесь очень много рабочих мест для студентов. А это что? Это электронный микроскоп? Нет, это обычный микроскоп. Но на нем есть камера. И там есть программа, с помощью которой студенты могут загрузить изображение на телефон. Могут фотографировать. На мобильный телефон. Правда? Да, они будут фотографировать на эту камеру. И затем могут загрузить фотографии уже на свой мобильный. Эту лабораторию используют будущие фармацевты? Фармацевты используют эту лабораторию? Нет, лаборатория для фармацевтов напротив нас. Она практически такая же, но на другой стороне. А здесь у нас биомедицина. А это что? Это спектрофотометр. Вы знакомы со спектрофотометрами? Ну, я примерно знаю, что они делают. Да. Это достаточно базовый спектрофотометр для студентов. Их у нас несколько, на каждом рабочем месте. У вас очень хорошее оснащение. Да, да. А это центрифуга? Да, это центрифуга. Там побольше, а это поменьше. Да, выглядит как центрифуга. Да, а что она делает? И используется для вращения экземпляров в пробирках? Да, таким образом мы можем отделить твердые частицы и жидкость. А, интересно. Окей. А здесь у вас вытяжные шкафы? Да, там вытяжной шкаф. Здесь у нас стоят микропланшетные ридеры. Извините, что? Микропланшетные ридеры. Для считывания информации из пробирок в планшете. Можно произвести анализ 86 образцов одновременно, в отличие от одного образца, в сравнении с тем. Хорошо, понятно. А еще здесь есть Living Lab – лаборатория с самой передовой техникой в области здравоохранения. Здесь есть имитация больничной палаты, квартира пациента с деменцией и даже иммерсивная симуляционная комната. Благодаря всему этому студенты могут научиться реагировать на реальные события в смоделированной среде. Подробнее об этом уже в выпуске о школе медицины. А мы с Робом телепортируемся в здание Пирстман Билдинг, чтобы посмотреть также и на оснащение для творческих специальностей. Ну да, здесь много мастерских, воркшопс. И у каждого студента есть свое рабочее место. Извините, пожалуйста, нас. Мы на экскурсии по университету. Ничего страшного, все в порядке, проходите. Очень красиво. Я просто тренируюсь. Очень-очень хорошо. Здесь у вас изобразительное искусство, да? Да, да. А какие курсы в этом департаменте преподаются? Вы преподаватель? Нет, я первокурсница. Правда? Хорошо. Знаете, сколько в этом департаменте предлагают разных курсов? Достаточно много, не так ли? Да, достаточно много, потому что можно заниматься, например, керамикой. Она находится в отдельном центре, но также является частью искусства. Также есть фотография. Это тот центр, в который мы пойдем. Да, там фотография и керамика. Там еще есть мода, не так ли? Да, в этом здании вы правы. Мода внизу. А затем изобразительное искусство. У нас есть программа Foundation по искусству и дизайну. Роб показал мне фотостудию и радиостанцию. Класс кино и кинотеатр на кампусе. Все это уже в подробном выпуске об арт-направлениях в Сандерленде. Вы знаете, где искать. Ну а сейчас я предлагаю вам также посмотреть, чем же студенты могут заниматься после учебы. И первое, что приходит в голову, это спорт. А что такое центр отдыха? Куда мы сейчас направляемся? Это студенческий ресурс для того, чтобы оставаться в форме. А, понятно, понятно. То есть это спортивный центр? Да, спортивный центр. Там также есть корты, спортивный зал, различные тренажерные залы, один большой тренажерный зал. А что нужно, чтобы стать членом спортивного клуба? Заплатить за абонемент. Он очень-очень дешевый. Сколько? Что-то типа несколько фунтов в неделю. Но за это ты получаешь полный доступ ко всему оснащению. А еще можно отправиться в студенческий союз, где студентов и проконсультируют, и помогут с любыми вопросами. А здесь у нас студенческие услуги, главная столовая, библиотека и библиотека. Все в одном. А насколько большой университет с точки зрения количества студентов? На мой взгляд, именно иностранных студентов в университете на данный момент 1500. 1500. А общее количество студентов – это около 18000, на мой взгляд. Через минуту продолжим наш тур по кампусу. Ну а если вам все уже нравится, что вы увидели, и вы уже хотите поступить в Сандерленд, оставляйте заявку на вашу бесплатную консультацию. Мы поможем вам выбрать программу, учебное заведение, проконсультируем по любым вопросам и поможем с документами. Свяжитесь с нами любым удобным способом по ссылкам в описании. Будем рады с вами познакомиться. Это карьерный центр, да? Это главный хаб для поддержки студентов. Там небольшой кафетерий, а под ним находится большая столовая. Также есть несколько лекционных залов внизу. Один большой лекционный зал в той стороне. Давайте посмотрим. Этот лекционный зал мы использовали в прошлом году, на ознакомительной неделе. Наши студенты здесь присутствовали на презентациях от различных департаментов. Это прекрасное место для того, чтобы всех вместе собирать. Здесь сейчас пусто? Да, он большой. Мы зовем сюда всех наших студентов. И у них была презентация от иностранного офиса университета, университетской библиотеки, от студенческого союза. Также полиции на кампусе. Даже так? Да, у нас отличное отношение с Даном, полицейским на кампусе. Он дает студентам советы по поводу безопасности. Но и также просто их узнает. В Великобритании полицейские – это очень дружелюбные люди. О, да, это так. И Дан просто замечательный. И также давал презентацию конфессиональный центр в университете. О, даже так? Хорошо. Но все университеты Великобритании являются многоконфессиональными университетами, да? Да, у нас есть многоконфессиональный центр. Наверное, там есть молитвенные комнаты, которыми можно воспользоваться. Да, да, это целое здание. Оно является многоконфессиональной капеллой. О, даже так? Мультифейт-сента – достаточно распространенное явление для английских учебных заведений. Обеспечение мультикультурной и благоприятной среды очень важно как для социализации студентов, так и для хорошей успеваемости в учебе. В таких строениях в основном имеются prayer rooms, молитвенные комнаты, места для поклонений и зоны для медитации и релаксации. Даже если вы не относите себя никакой вере, вы все равно можете посещать такой центр, ведь он существует для сплочения и оказания поддержки всем студентам, независимо от их вероисповедания. Зачастую там даже можно найти столовую, где распивают бесплатный чай и кофе. Кстати, про столовую. На кампусе она, конечно, тоже существует. Давайте посмотрим. Вперед! Вперед! Здесь можно перекрестить. Называется ресторан Чисты Балкани. Посмотрим, что здесь предлагают. Ну, кружка, чай, багетики такие есть, тортики. По ней можно, наверное, себе заказать. Надо же, вот это вид! Это наша главная столовая. Отсюда открывается прекрасный вид на реку. Также много окон. Центр города находится возле этой части моста. Очень красивый мост. То есть центр города вон там, да? Да. На другой стороне реки у нас студенческие общежития. Вон то здание вдали. Это студенческие общежития. Поэтому это всего лишь небольшая прогулка по мосту и вниз к кампусу. Но также есть бесплатный автобус. И бесплатный автобус. Этот автобус забирает студентов из общежития, провозит по мосту и высаживает здесь. Кстати, насчет бесплатного автобуса. Я могу вам с уверенностью сказать, что если вы студент, то расходы на переезд неизбежны. Так же, как и на другие аспекты жизни. Такие, как питание, развлечение, спорт и так далее. Как думаете, сколько обычно денег достаточно студенту в неделю в Англии? Подробнее обо всем этом уже на вашей бесплатной консультации. А мы с Робом уже пришли в Центр учебных ресурсов, ну или по старинке в библиотеку. Это Центр учебных ресурсов. То есть, тебе не нужно приносить свой компьютер. Большинство студентов, конечно же, приносит. Да, конечно же, большинство студентов используют свои собственные устройства. Также можно снять вот эти комнаты. Их не нужно арендовать. Можно их забронировать, но если их не используют в данный момент, то можно там зайти и поработать. А, понятно. В большинстве университетов нужно бронировать их заранее. Конечно, в идеале лучше забронировать. Но ничего вас не останавливает прийти сюда и просто использовать их, если они свободны на данный момент. Но вообще, я призываю наших студентов использовать книги. Да, это правда. Книги, журналы. Не только одни онлайн-ресурсы. Конечно же, во время учебы они пользуются огромным количеством академических ресурсов. Да. Там так тихо. Просто оглушительно тихо. Да, точно, точно. Здесь очень тихо. Скорее всего, эта часть библиотеки очень хорошо звукоизолирована. Да, здесь очень тихо. Все звукоизолировано. Можно, конечно же, найти любую книгу. Все они помечены. И разделены по разным секциям. Конечно, да, да. В зависимости от предмета. Они используют систему. Я забыл, как она называется, но это числовая система. Студенты могут на ноутбуках найти подходящую книгу и получить номер, где ее искать. Также можно найти книгу даже по ключевой фразе. Это очень удобно. Такой вот поисковик. По теме, по автору, по названию. И также есть система самостоятельной сдачи книг. Студентам просто достаточно отсканировать книгу, и все. То есть просто сканируешь книгу и оставляешь. Да. Но если не просканировал, то на выходе рамка запищит. Нельзя брать и выносить книги без сканирования. На этом все на сегодня. Интересно было погулять по кампусу. Мне лично понравился этот тур. Надеюсь, что вам тоже. Если это так, то поддержите это видео лайком. А если вам интересна тема зарубежного образования, то подписывайтесь на наш канал. На нашем канале Мариаде вы найдете еще множество роликов о наших партнерах, школах и университетах по всему миру. Также не забывайте и про наши социальные сети, которые мы активно ведем и постим туда много увлекательного и познавательного контента. Спасибо за просмотр. Еще увидимся на канале Мариаде или уже во время вашей бесплатной консультации. До новых встреч, друзья. Авторский канал Адиль Ермека. Все о среднем и высшем зарубежном образовании. StudyTube. Все, что нужно знать о зарубежном образовании. TravelTube. Путешествуй по миру вместе с нами. И, наконец, Toki Toki Club. Учить английский вместе с нами интереснее и эффективнее. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.